Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. На включение требуется полсекунды. Тема «Вход Господень в Юрусалим». Это те занятия воскресные, тематические, какие были у нас потеряевки в первые годы. И вот они были записаны Игорем Барабашом, потом кто-то еще записывал, и там бывает оборвано окончание, ну на кассетные маленькие. Ну вот так. Евреи имели великую цель – приготовить приход Мессии. Все, что казалось мешающим этой цели, должно было исчезнуть. Подвергалось уничтожению. Деяние 26.6.7. «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сиютая надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи». Двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. Вот какая была надежда. Все для того, чтобы встретить Мессию. И когда я пришел к своим, не к чужим, свои не приняли его. Они не узнали его. Я спрашивал тех, которые сегодня считаются чуть ли не богословами. Я говорю, а почему не приняли? Ну, это вот они жестокие такие. Ну, причина-то какая? Они ждали его выше навстречу, хлеб, соль на руках. Он подходит. И они решили его убить. Как это так? Да потому что учили. Образ Христа был абсолютно не похож на тот, который пришел. Фотографий-то не было. Только описание. Кроткий. Будет извязнен за грехи. Он пришел спасать людей. А они свергнут ненавистное римское владычество. Они показали его совершенно другими. Ученики так и понимали, как все. Слева, справа, быть министрами. Они не понимали. Воскресший Христос пришел и упрекал за неверие. И когда встретился на дороге в Амаус, доказывает им. Медлительным умом он упрекал их. И стал доказывать из закона, пророков и из псалмов. Все одинаково понимали. Не все или время восстанавливаешь царство Израиля. Царство внутри вас. Они ничего не понимали совершенно. Да не будет. Он пришел умереть. Да не будет. И сразу из верховного апостола превратился в сатану. Отойди от меня, сатана. Так. С малых лет приучали детей жить в законе Яговы. Чтобы слово его исполнялось в жизни. А это возможно только тогда, когда нам помогает Создатель. А это возможно только тогда, когда мы не внарушаем его закон. Еремея 3.25. Вот сказал, и тут же доказательство. Сказал доказательство. Какие эти доказательства ты думаешь, что синодальный период неправильный-то? Если в одном месте неправильный, ты все не знаешь, и в другом может быть. Или все, или ничего. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Иоанна 9.31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. К согрешениям относилось и нарушение установлений Божьих относительно празднования. Израиле было повелено трижды в год собираться в Иерусалим и вспоминать великие даты избавления их от смертельной угрозы и об избавлении от этой беды. Исход 23.14.17.21 Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время в месяце Авива. Ибо в одном, ибо в одном вон ты вышел из Египта, и пусть не является предлицо моё с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда будешь, когда уберешь с поля работу свою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой предлицо владыки. Вот это интересно. Все ушли, а кто охранять границу будет? А если враг нападёт? И ни разу, и соседние народы знали, что страна пустела, одни жёны дома оставались. И ни разу не напали в это время. Ну обычно как говорят, муж в командировку, в это время, ну люди его в отпуск уехали, вор в это время взламывается. Ну ребятишки с жёнами, это же мужчины-то ушли, они при оружии всегда ходили. Господа твоего, блюди себя пред лицом его, и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя моё в нём. Второзаконие 16.16 Три раза в году весь мужеский пол должен являться предлицо Господа Бога твоего, на место, которое изберёт он, праздника пресноков, праздник седмиц, праздник кущей. И никто не должен являться предлицо Господа с пустыми руками. Вот попы придумали, чтобы что-то в руках несли. Повеление Божие, не попы, десятину платить надо. Сегодня об этом, говорит, и патриарх уже говорит. Левитам 23.40 В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. Праздник Пасхи или опресноков был главный праздник, праздник избавления, исхода евреев из египетского рабства. Воспитание шло в непременном соблюдении закона. А этому мешало население окрестных народностей. Но более всего препятствовало им соблюдать все их предписания из закона то, что они были невластны в этом, были уже под чужой властью. Что победитель разрешит, только на этом они могли проявлять свою религиозную ревность. Ну, как сейчас закон яровой, потом где говорить, что не говорить, пытаются то же самое сделать. Первая марка 10.34. А, Маковейская, 1-я Маковейская, 10-34. Все праздники, и субботы, и новомесячие, и дни установлены, три дня пред праздником и три дня после праздника, все эти дни пусть будут днями льготы и свободы всем иудеям, находящимся в моем царстве. 2-я Маковейская, 8-36. То есть, тот, который взялся доставить римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитникам Бога, и таким образом остаются невредимы, потому что плавенуются установленным от Бога законом. Вот. Главная защита-то. 2-я Маковейская, 1-24. Вы знаете, когда Кеннеди убили-то, охранников было полторы тысячи, и нисколько не помогло. При теле у Никсена было, при теле, то есть в охрану, ну не, вахтовым методом шли, 750 человек. А у Николая Первого, царя, был только кучер один, и с ним он ездил по стране, встречался с друзьями, и никто не покушался. Никого нету. В Латвии было уже перед войной, Ульманис, президент, с ним ходил только один слуга, на палочки нес, там, что там, узелок с собой поесть. Люди убирают хлеб, подошел, поговорил с ними вместе, а у нас свадьба остался, корову подарил, пошел дальше. И когда его арестовала советская власть, куда деть его? Ни одной жалобы на него нет. Бедный, умница, сослали его на восток, под Хабаровск, это сейчас пишут, Ульманис, латышский, президент-то. Самый захудалый дали, как бы, колхоз, и он его сделал чуть ли не миллионером сразу. Это человек, которым все мог. И далее. И освобождение от ненавистных захватчиков по неволе ставилось на первое место в их чаяниях. Устно и письменно из поколения в поколение передавалось, как они получали независимость при разных царях, и как потом расцветала их страна, поднимаясь из праха и из развали Ниеме 2 глава. Для войны, испокорившим их, но не сломившим дух национальной свободы, врагам нужны были войны. Нужен был вождь, оружие и провиант. Приходящие подсмотреть за Иисусом, пытались совместить эти требования к ожидаемому Мессии с тем, что они видели в этом молодом проповеднике, популярность которого росла со дня на день. То, что Христос сделал однажды, легко переплавлялось в сознание народа. Что он может это делать? Тиражировать сколько угодно и мгновенно. Множение хлебов так поразило их воображение, что они тотчас решили провозгласить его царем, не дожидаясь законных сроков перевыборов. Иоанна 6.15 И Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Лука 22.67 И сказали, ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Иоанна 10.24 Но он молчал и не отвечал ничего. А опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, сын благословенного? В стране были различные партии, монархические, демократические, либеральные. Самое правое крыло – зилоты. Тогдашние революционеры, они готовили террористические акты, убийства из-за угла. Эти сикарии или кинжальщики были любимы народом, как люди дела, готовые пожертвовать собой ради свободы Израиля. Шахиды, самые настоящие. Одним из таких мог быть Варава. Лука 23.19 Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Но раз народ его требовал, это не Щекотила, которого все хотели убить. А для народа он был герой. А для римской власти он был разбойник, он убил офицера. Предание сохранило, что Симон Зелот был тем женихом, на чьей свадьбы был в кане Христос. Для этих заговорщиков их товарищ Симон был потерян навсегда. Он был похищен Иисусом. Для римлян Варава был убийца и террорист, а для народа он был национальный герой. Вот почему народ с таким воодушевлением предпочел добиться свободу ему, а не Христу, который только говорил, но ничего не сделал для свободы Родины. Я говорю, как они понимали о Христе. А что он сделал Христу? Да ничего. Воскрешение Лазаря накануне повергло в ужас врагов, а надеявшихся на скорое освобождение Израиля воодушевило провозгласить Иисуса царем. Если он мог воскресить одного, значит он может это сделать со всеми солдатами Израиля, если они пойдут в сражение. Сам Христос казался им неуловимым, а это качество так нужно было их вождю. Хлеба бесплатно, никаких элеваторов не надо, преломил и дальше не надо. И на этом месте будут они питаться, жить, раздавать, носить, хлебовозки будут работать. Лука 4.30 Но он, пройдя посреди них, удалился. После его воскресения это качество еще сильнее проявилось в нем. Вот я одно предложение говорю, и сразу места писания, вот они выделены все. Лука 24.31 Он стал невидим для них. Евангелие Таана 7.26 Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Еще две строчки. В Христовой Церкви вначале был только один праздник, Пасха Господня. И далее места писания. 1 Коринфянам 5.7.8 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему, станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Чтобы стать участником празднования Пасхи и есть агнца, испеченного на огне ягненка, нужно было быть обязательно обрезанным. Сказал доказательство опять Библии. Я никуда не могу послать человека. Почему священники этого не делают? Потому что Библию не знают. Может говорить, такой красноречивый, рассыпается, а Библию в руках не держит. Я слушаю и смотрю, сколько он ошибок делает. А он привык сидеть, балагурит, и все его любят, все народу это нравится. Исход 12.48. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Ну ладно, я хочу есть, а брат не желает. Нет, только все. Ты будешь есть, и он нечаянно возьмет. И вот сегодня, разве знает, кто в священнике готовится, написано, какое правило. Сначала он должен сделать всех верующими в своей семье. Ну а как я могу? Ну и никак ты и попомни будешь. Тебя никто туда не тянет. Тебе правило, пасторно. Что интересно, Геннадий, Константинопольский Геннадий, архиепископ, ставил в дьяконы тогда, когда псалтырь заучит наизусть. Мне трудно в это поверить. Ну хотя бы один псалом 118-й. Ну всю псалтырь, так у него дьяконов не было никого. Не знаю. Обрезание же ветхозаветное прообразовало крещение наше. Колоссянам 2. Я сказал, а где это видно? А ребенок-то ступал в завет с Богом восьмидневный, он ничего не понимал. Это ответ баптистам. А что ребенок понимает, его крестили? А что понимал еврейский ребенок? Вы еще думаете, он родился и уже диплом в руках у него? Колоссянам 2.11.12. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Какое? Обрезание Христова. А Христос как? Обрезание Моисеева над Христом было. А теперь обрезание Христова. А обрезание показывало на крещение, прообразовало. Вот где. Колоссян 2 глава. Запомните, когда беседуете с сектантами. Как там через обрезание входили в общество Израиля, так через троекратное погружение в воду, через смерть для прежней жизни, входим в корабль, в церковь. Становимся чадами Божьими, теми, кто может вкушать от вечной жертвы, Пасху Христа. Вскоре стали праздновать христиане и второй праздник, крещение Господнее, знаменующее и наше крещение, посредством которого мы входим в Церковь Христову. Про отдельный праздник Рождества Христова не знали до времени Златоуста. Он просто совмещался с крещением. Интересно, в один день было, а потом раздвинули между ними, с 7 и 19. А про остальные праздники, какие у нас есть, на каждый день, по несколько, Первопостольская Церковь ничего не знала. И этот двунадесятый праздник имеет для нас свое таинственное значение. Это не просто одно из событий из жизни нашего Спасителя и друга, но и наше участие в его воцарении над нами, наше ликование. Никаких цветов искусственных не должно никогда быть в храме. Что интересно, об этом говорил Алексей I Семанский. Церковь тащит разные цветы, только живые цветы. Никаких бумажных цветов, самых хороших, не должно быть. Об этом еще говорил патриарх Алексей I. «В церкви все живое, к живому живое, как святая святым». Третья ездра 7, 25. «И потому пустым пустое, а полным полное». Ликовала природа, ликовали дети. Ликовала природа, не полная строчка-то, и сразу ответ, где это написано? Евангелие от Матфея, 9 и 15 стихи. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осана вышних». Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осана сыну Давидову», вознегодовали. За тысячу лет до входа Христа на осленки царь и пророк Давид, воинственный и непобедимый, генералиссимус из простого народа, прорек о победе младенцев над врагом. Псалом 8.3 Младенцы будут победителем над врагом. Ну и сказал, а где ты докажешь? Одно только место есть в Писании. Одно, одна же Давид это сказал, и это надо знать. Псалом 8.3 Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот и все. Вот загадку загадает. Где младенцы лютого врага непобедимого сделали безмолвным? Победили его. 8.3 Другого места нет. Дальше. Златоуст разъясняет, что многое будет Антихрист и дьявол подделывать, копировать с чудес Христа. Но вот это чудо им никогда не сотворить. Не будут младенцы восклицать, что Антихрист грядет во имя Господне, что спасение в его лице пришло от вышних. Он окаянный будет от нижних. Хвалы он не дождется от сосущих грудь матери. Пророк Захария пророчествовал об этом в ходе Господней в Иерусалим так. Захария 9.9 Ликой от радости дещель Сиона, торжествуй дещель Иерусалима. Сет царь твой грядет к тебе, праведный и к спасающей. Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осли, сыне подеремной. Конь, символ воинственности. Сказал и сразу, где это написано? Иов 39.25. То есть одно только место такое есть в Библии. При звуке, при трубном звуке, он издает голос, гу-гу! И далее. Издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Осел же признается за символ мира, покоя. Где написано? Число 22.21. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавицкими. Судьи 5.10. Ездящий на ослицах белых, сидящий на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Умирающий Иаков прозревал этот день входа Господня и едва ли понимал таинственный смысл ослица и осленка. Бытие 49.11. Он привязывает к виноградной лозе и осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Ну как одежду можно быть мыть в виноградном соке? Наоборот, ты каждую пятну сока надо выводить. Значит, речь шла-то не о соке. А здесь написано виноградный сок. В крови кистей виноградных, гроздов, одеяние твое. Ну разная речь идет о жертве Христовой-то. Христос пришел к своим и хотя они и не приняли его, но он сделал все для них. Он авозил эту бесплодную смоковницу. Народ иудейский же знал закон владыки неба и земли и трудился в исполнении его. Был той самой ослицей под дерьмом закона, труждающейся под ланью закона. Вот ослица это еврейский закон, а молодой, не обиженный, языческий, мы. Матфея 11, 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Труждающиеся, которые трудились в законе евреи и обремененные грехами язычники, то есть русские мы. Языческие же народы изнемогали под законом греха, обремененные беззаконными жертвами идольскими, то есть бесовскими. Были еще не объезжены, не носили на себе господина вселенной, его заповедей. Он сам есть истинная виноградная лоза и к себе привязывает сначала свой народ и потом только осленка, языческие нации. Матфея 21, 27. Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. То есть он не привязанной, просто рядом. Отвязав, приведите ко мне. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Поверх их, интересно. Поверх их. Поверх их. Сначала Господь сел на ослицу, то есть все для своего еврейского народа он сделал, но они его отвергли. Затем пересел на осленка, то есть нам нести теперь его закон. Нести Христа, а не то, что нагрузили бы на осленка, на пустую тару. Не пустую тару? Не пустую тару. Ну, понимаешь, вот это у тебя не, как заколдованная. Так и сейчас загружают священники народ пустым обрядоверием. Тяжкие бремена накладывают, а Господу и сесть негде. Нет места Библии в нашем сознании. Одежда для плоти точно так же, как плоть для души. Говоря воскресенье из мертвых, апостол Павел напоминает, что все души вновь вернутся в свои тела при пришествии Христа судить мир, оденутся в плоть. И вот тогда важно будет, будем ли мы одеты в весон праведности, в одежду святости. Второе, каверинфонам 5.3. Именно. Что за одежда такая? А какая? Считаем. Только бы нам и одетым не оказаться на гиме. Откровение 19.8. И дано было ей облечься в весон чистый, весон чистый, светлый. Весон же есть праведность святых. Понятно. Одежда-то праведность, запачкана одежда. Вся наша праведность как запачканная одежда. Кто-то сказал из них как подвязка нечистой женщины. Исайя 64.6. Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша как запачканная одежда. И все мы поблекли как листь. И беззакония наши как ветер уносят нас. Одежда наша обозначает плоть нашу. Готовность пожертвовать всем для того, перед кем она постелается, со всеми регалиями на ней. Вот одежда когда Христос входил и бросали перед ним одежды. Считаем. 4 царство 9.13. И поспешили они и взяли каждую одежду свою и подослали ему на самых ступенях. И затрубили трубою и сказали воцарился Иеуй. Матфея 21.8. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. А тело наше это душа для души вот это есть одежда. Одежда. И только бы одетыми не оказаться ногами. Когда прах примет тело и вот тело обновлено войдет в душа, чтобы нам не оказаться ногами раздеты на дел праведности. Вот. Видишь, сколько пояснений об одежде. Ветвы же означали приветствие победителя, что ему приписывают все заслуги в победе. Из веток плели венок. Откровение 4.10.11. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Надежды на Христа, что он тот, кто даст стране независимость, не сбывались. Он сам разрушал свой авторитет и народ это понял, что его тщания были им преданы. И можно сказать, как и в биографии Иуды, что люди ответили предательством на его предательство их надежд. То есть первый предатель интересов Иуды был Христос, и он на предательство ответил предательством. Лука 24.21. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. понятно. Я что-то говорю и сразу место писания. У меня каждое стихотворение 9 куплетов, по 4 строчки куплет, 36 строчек, 9 и 4 и 36. И напротив каждой строчки место Святой Библии, глава стих, откуда мысль эта взята. Писали так стихи, не писали, а почему не писали, я не знаю. Нужно быть религиозно талантливым. Что бы мы ни делали, все для славы Божьей. А для чего Бог мир сотворил? Для славы своей. Какой смысл в нашей жизни прославить Христа, быть вечности с Ним? Исполниться Духом Святым, как Серафим Саровский говорил, стяжание Духа Святого. И далее. Более подходящего момента для воцарения Иисуса уже нельзя было и ожидать. Израиль в это время имел полуколониальную зависимость. Когда в гарнизоне в Иерусалиме был строго ограниченный контингент войск. Но при пуче могли тотчас быть введены новые когорты. И правящая верхушка боялись этого прихода римлян, чтобы не погубить медленно накапливаемые силы, как в России во времена царства татаро-монголов. Успех Христа мог подстегнуть народ, и все, что накопили для настоящего восстания, будет уничтожено. Откуда это видно? Такое место есть только одно. В Библии. Опять же, только одно. Иоанн 11,48. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и город, и народом. Дальше. Иоанн 12,19. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Первые христиане из евреев не могли расстаться с мыслью, с убеждением, что в церкви нет различия между Эллином иудеем. Они все же более привилегированные должны быть и в церкви, что руководящее место среди священства принадлежать им должно по праву. Они несли закон уже 1600 лет, а эти только вошли. Можно провести аналогию. Когда осленок шагал по одеждам, то если бы он мог думать, то начал бы гордиться, что вот какая слава у него, какое ему приветствие, в виде одежды под ноги его копыта. Ноги же Христа совершенно не касались одежды на дороге. Рассказывают, что в средние века отмечали этот праздник у католиков якобы так, что в церкви издавались звуки по ослиному честь того великого осла. Сувениром же был навоз от этого знаменитого крикуна. И дальше нету окончания, это означает оторвано где-то. Ну на этом все. То, что можно было записать, если бы не Игорь, то и этого не было. Ну видно, что не закончено. Или пленку перевернул, или что, но не было. Все на этом.